Привет, привет! Я рада всех приветствовать на своем канале Моя Тепличка. Сегодня я вам хочу рассказать очень просто самую лучшую подкормку для наших растений, вот которую пользуются наши бабушки и моя мама. Она вообще все любит, самое натуральное. И хлебную подкормку обожает, и луковую шелуху, и яичную скорлупу. Постоянно у нее все так в настойках, мне кажется, ее рассада лучше, чем моя. Так что если кто не любит химию, можно найти любой вариант. Можно и нашими органическими удобрениями. Зола это вообще шикарное удобрение для корневой, вот именно наращивания корневой системы. Для хорошего роста мы делаем дрожжевую, вот такую вот хлебную, как говорится, настойку, в которой вот, как вот сказать, она богата на витамины, аминокислоты, минеральные вещества. Такие вот, знаете, как калий, фосфор, кальций, азот, магний, железо, сера. И вот главная ценность, как на мой взгляд, вот этой вот хлебной подкормки, да, натуральной, органической, что она дрожжевая, которая, вы знаете, активизируется, скажем, вот эти вот все микро и макроэлементы в процессе брожения. То есть используем хлебную подкормку для нашей рассады, чтобы она хорошо развивалась, быстро формировала зеленую надземную часть, да, и саму корневую систему. Она вот, эта подкормочка, она восстанавливает даже слабые наши растишки, которые плохо развиваются, останавливаются в росте. Подкормите и сразу же все, вот увидите, как рассада на глазах начнет меняться. Растение, оно, знаете, вот при этой подкормке легче переносит и стрессы при пикировке. И когда мы рассаду, как вот, высаживаем в грунт, да, очень хорошо проливать наши луночки, добавьте золы, пролейте вот хлебным настоем, и рассада сразу же стартует, как говорится, в рост. То есть очень хорошие наши все натуральные подкормки, которые, вот, как говорят, альтернатива всей химии. То есть можно найти вместо химии, как говорится, натуральные подкормки для нашей рассады. Ну, берите, вот, конечно, вы можете любой хлебушек взять, да, и белый хлеб. Но вот самое лучшее все-таки это вот, когда мы берем темный хлебушек, корочки, да, вот, черные вот эти вот корочки, и настаиваем примерно 3-4 дня. Настояли в теплом местечке, накройте вот марлечкой, постояла она у вас, процедили этот раствор после, для того, чтобы нам использовать, и делайте один к одному. То есть если вот, как у меня, литр, то литр водички. И вот таким вот настоем органическим вы идете, проливаете всю вашу рассаду. Надеюсь, мои советы кому-нибудь пригодятся. А с вами была Вера и мой канал Моя Тепличка. Я хотела вам показать рассаду, которая нежность от партнера. Я считаю, семена от партнера самые хорошие. Не знаю, почему другие прям вот говорят, что плохие семена, и что попало в пачечках. Я считаю, что от партнера и схожесть была у меня хорошая, что томатов, что вот капусточки. То есть очень хорошие семена, и вот видите, капуста достойная от партнера. Я считаю, прям идеальная. Ну, дальше покажу, что у меня еще растет. Может, кому-то будет интересно. Я уже показывала, что начинается у меня. Редисочка тоже. Как череда? Я уже показывала вам. Может быть, кто-то возьмет на заметку и успеет еще приобрести эти семена. Вот салатик хорошо растет, развивается. В общем, все хорошо. Всем нам, ребята, я желаю хороших урожаев. И в мобильных грядочках, видите, капусточка очень и очень хорошенькая. Так что всем нам хороших урожаев в 2022 году. Спасибо. Спасибо. Спасибо.